всем доброго утра вот сегодня 2 апреля солнышко пятница завтра послезавтра будут уже комендантские часы вот честно я вам скажу даже рамадан уже и вторые вот это вечерние вот это угощение те кто держит пост отменены это я считаю правильно тем более сейчас надо это дело здесь любят очень хорошо гости ходить толпами и считаю что все это что меры которые сделаны вот это правильными жестче надо жестче жестче тогда все будет нормально а ходьба вот это губ гости толпами друг другу ничему хорошему не проводит тем более в такой болезни ну что сейчас я отвечу на вопросы закопились много друзей мои первый вопрос это про искин спрашивает можно ли купить квартиру без иски нет ребят я уже миллион разов сказал без иски она вы купите квартиру что такое вообще искин искин это разрешение на ввод в эксплуатацию это не сочи когда можно через суд узаконит и людям пихать самострое на самом деле дом 3 этажа построены 20 ттж и продают людям квартиру то есть это тоже любой другой суд отменит предыдущие решения и может людей выкинуть на улицу как самострой поэтому это есть ну как вам сказать при безиски она квартиры это нельзя ну нельзя и такой квартир вы даже пор при получении гражданства это будет вам действовать это потому что ваша квартира без незаконная почти полузаконная квартира если вам скажут что вот мало стало чуть-чуть вот как моему земляку продали квартиру не буду говорить тон но хороший человек ему тоже продали квартиру и сказали все узаконим короче вот это все это вот деньги собрали у людей по 5 или по 6 тысяч лир это было года три назад два или три я не знаю что по моему нет еще не узаконено ничего а продавать тоже вы не сможете понимаете такую квартиру кто вас купит то есть без икеана вот но но хочу еще раз сказать на сладкоголосые вот эти что вот будет все узаконено все будет хорошо все отлично договоренно уже с администрации со всеми делам а дом уже построен извините года два-три дома уже вот если бы они сделали бы они давно бы сделали бы то это нулевой вариант нулевой выбрасывание денег на на ветер вот из киан выдается как только подключили все коммуникации электричество свет все вода вот но газ это конечно по индивидуально вот электричество и воду когда подключили все после этого течение месяца месяца должны выдаваться на дом от силы месяц два месяца выдаваться из киан вот разрешение на ввод в эксплуатацию все наши квартиры могут любое время снести дом вы останетесь с чем вот так вот вот такие вот дела теперь у меня друг хорошие тоже что здесь блогеров очень много от самого анталии ты жрата надо на что-то ребята но жрата на что-то надо по без конечно даже пусть грубо звучит кушать можно сказать ну какая разница у нас говорят ментами шагана и шагамин дым на и ксбр то есть одинаково понимаете жрата надо жрата надо кушать хочется поэтому и раньше хотелось кушаться и сейчас вот и могут и такие рекламы делать что вы обалдеете вот на все вот даже я же горно все идут на все идут особенно вот по предыдущим моему каналу вы же знаете как как поступили ты солани вот совершенно и другие люди даже можно сказать не моей веры не моей веры не моей религии вот люди православной веры вот приехавшие сюда живущие здесь вот и давай по полной лить грязь не осознавая не видя человека в лицо никогда с ним не общавшись лить грязь и выставить вот такие вот заставки ахмед зурабов такой-то чтобы люди смотрят просто ну что он заработал 5-10 тысяч рублей до бизнес на крови как говорит моя сестренка наталья из москвы бизнес на крови понимаете бизнес на крови они готовите на все на все вот чтобы хоть что-то заработал приехал потому что уходить то не охота потому что домой надо приехала там работы нету вот и давай вовсю короче это самое понимаете и становятся блогерами то же самое и было и сейчас есть и в сочи из других черноморских городах когда люди людям пихает самострой самострой пихает людям и все и со словами отличное вложение средств до отличное вложение средств воздух который улетит все любой момент вот так вот она те вложенные деньги которые вы вложили вид самострой вы можете лет двадцать-тридцать ездить и шикарно отдыхать в отелях трехразовым питанием вот поэтому блогеров много очень много вот они готовы на все что угодно вот показать лишь бы что были просмотр лишь бы чтобы что-то заработал какую-то копейку на заработать жрата надо вот единственной профессии который как бы это здесь как бы подполный риэлтор и блогерство а блогерство и подполный риэлторство это взаимосвязаны чтобы вы это знали взаимосвязаны они если там они указали свой телефон там все такое это значит что вы должны выйти с ними на связь они по свойски кавычках вам найдут квартиру и при этом извините зарабатываю себе минимум 10-15 тысяч евро сверху карман ладно тысячи две тысячи но 4 4 5 тысяч даже пусть допустим говорю да если хорошая цена нормально сделала я сам бы заплатил допустим но не извините не 10 не 15 не 20 тысяч вот делает делает бизнес на крови если раньше что-то говорили западло сейчас это нет слова западло есть раньше людей за что-то упрекали осуждали сейчас это приветствуется стукачество приветствуется если это считалось раньше в добычу как можно на кого-то донести хотя во всю жизнь доносили поэтому тридцать седьмой тридцать восьмых годах столько людей сосед на соседы доносил вот павлик и морозов как бы как то есть мальчик который на своих это донес то же самое понимаете хотя тот то вроде бы за правду а это просто могут три короба на вас налить грязь и все лишь бы что-то заработать а уехать они уедут никуда не денется это долго не сможем не может продолжаться потому что народ тоже слишком не слепой народ тоже не дурак и один день откроется у него глаза и уедут они сами тоже уедут потому что они поймут что хлеба для них уже нету хлеба для них уже нету понимаете поэтому всякие вот эти сладкоголосые вот про шикарную жизнь да хорошо можно жить если у вас есть деньги деньги если у вас есть деньги да можно жить хорошо получше чем конечно европе в америке хорошо дешевле но эти дешевле деньги тоже надо дешевле это не значит и бесплатно о дешевле это не значит и бесплатно понимаете дешевле это тоже деньги вот вот такие дела так что еще я всегда говорю говорил при выборе соседей о какие соседи что за соседи если хорошие соседи платите на 1000 на 2000 больше если соседи извините того хотя того никого нет понимаете у каждого человека свой мир ну люди выросли так ибо их нельзя изменить зачем свое там внедрять но не стоит этого делать для них это самый такой оптимально хороший мир а для вас чуждо вот поэтому не стоит идите где свой мир о я поэтому всегда говорю у меня друзья и самая турки из который вот работает в этой сфере я говорю да вы игр когда я говорю этим делом занимается людям я говорю покажите хотя бы досье досье ягод тех людей соседи кто там если образованный человек чтобы у вас соседи были учителя врачи вот какие-нибудь такие люди понимаете вот тогда вам будет волгод на хорошо спокойно жить но если вы сами тоже извините из деревни бабарыкина вот тогда можете также комфортно жить потому что свой это каждому человеку свое это должно быть вот у меня друг был один сочи греком но он из казахстана грек но греки живет он приезжал что-то сочи самострой строили он я у него спрашивали костя как у вас там греки вот так квартире марки вот как покупку он рассказал что есть такие районы где живет исключительно интеллигенции где вам ни за какие деньги не продадут квартиру ни за какие деньги потому что у них там свой это свое общество ни за какие деньги год вам не продадут там квартиру потому что там год анклавы такие вот такие вот и это правильно и это правильно теперь о качестве домов спрашивайте я качестве домов я вам не только рассказывал я вам и показывал и мерял от начала строительства до конца толщина стен все все я еще раз хочу сказать что полы бетонные ребята полы бетонные и тех денег которые будете платить огромных денег большинство квартир не стоит давайте не стоит и еще да но конечно можно самим мультиплить можно конечно самим и звукоизоляции делать кроме гидроизоляции потому что гидроизоляция должна застройщик 1 не делает большинстве случаев не делаю я не видел вот если теплоизоляции можно сделать шумоизоляции тоже как-то можно умудриться есть такие материалы полы нужны деревянные стелить желательно хотя бы где вы будете постоянно находиться потому что вы не думаете что вот это паркет вот такой вот красивый такой шикарный расцветка разными этим под ним голый бетон вы обратили внимание когда я с парков снимал даже где сидячие места парке сделан из дерева даже под открытым небом это вот где из дерево вот дерево на дает тепло бетоном дает холод вот выдавать двумя-тремя коврами стелить вот сколько тапочек один ты бесполезно это она тянет снизу должно быть дерево или хотя бы дсп сверху потом уже после дсп или линьолем или ламинат то есть дерево должно быть понимаете но если конечно было бы вот так бы ничего такого нет если там например у вас бы был бы например керамзита бетонный пол керамзит кто здесь керамзиты я не видел что кто-то керамзит дело здесь керамзиты бетонная да керамзит дает тепло легкий бетон такой как в сибири делали я очень много наблюдал в новостройках же керамзит и бетонная смесь специально для стяжки специально для стяжки понимаете для стяжки здесь это не использует здесь обычный бетон залили сверху подложку и тонкий ламинат все а таких местах просто бетон сверху мраморной плитки большие все и красивые летом от этого бетона тоже идет испарение но зимой холодно зимой холодно вот такие дела и вы будете мерзнуть даже сейчас даже сейчас вот сейчас даже на улице ночью 10 12 градусов тепла квартира холодно если нибудь хотя бы отопление вот какой-то ночи особенно а уже апрель вот так что думаете об этом хорошо даже фейсбук уже люди начали выставлять что как на первой линии к нелты купили люди квартиры и зимой блин до дубах были сидят вот такие дела хорошо погода солнечная скоро буду варить шишек варенье шишки уже отцветает помните я показывал как из шишек варенье варю это сибирский метод томский здесь тоже варят кстати я посмотрю в фейсбуке здесь тоже варят из шишек очень полезно его вот это настой вообще обалденно от всех лечения болезни воспалительного характера такого бронхи монка астма ну ладно ребята хорошего дня хорошей пятницы пока пока пока